А в Астане торжественные мероприятия по случаю праздника проходят на городской площади перед зданием Акимата столицы. Грандиозный концерт под открытым небом, начавшийся днем, продлится до поздней ночи. Вместе с гостями и жителями столицы на площади находится наша съемочная группа. И сейчас Азиза Мукулбаева готова рассказать, что необычного подготовили организаторы для столичных жителей. Азиза, добрый день, мы тебя слушаем. Главные праздничные действия столицы проходят здесь, на площади перед зданием городского Акимата. Сейчас за моей спиной артистры Государственной академической филармонии Астаны вживую исполняют День Победы. Отмечу, что погодные условия немножко не приспособлены для концерта. Дует сильнейший ветер по ощущениям все 5 градусов. Но о том, какую концертную программу подготовили сегодня артисты филармонии, мне расскажет мой гость, артистка Духового оркестра Государственной академической филармонии Астаны, Анна Горценова. Что за концертную программу вы приготовили для гостей и жителей столицы? В нашу концертную программу войдут такие произведения, как марш Амангельды, Арманда Стар, марш Алматы, казахстанского композитора Владислава Парпибаева, а также легендарные произведения «Прощание славянки» Василия Агапкина и несравненный День Победы Давида Тухманова. Пользуясь случаем от лица Государственной академической филармонии города Астаны и нашего Духового оркестра, хотим поздравить соотечественников с Днем Защитника Отечества и с наступающим праздником Днем Победы. Большое вам спасибо, Анна. Но для наших телезрителей я хотела бы отметить, что сегодня концертная программа продлится до поздней ночи, до 11 часов. Ее продолжат звезды казахстанской эстрады, так ожидаются выступления Мальдера Ульбековой, Бибата Кургана и других групп. Что касается самого праздника, то в этом году мы в шестой раз отмечаем День Защитника Отечества. Парламент подписал соответствующий закон 4 октября 2012 года. Сам же праздник имеет глубокий смысл, он олицетворяет патриотизм, мужество и героизм защитников нашей Родины. Вера, это вся информация к этому часу. Мы остаемся здесь и продолжаем следить за развитием событий. Хорошо, Азиза, спасибо. Азиза Макулбаева рассказала о мероприятиях, которые прямо сейчас проходят в столице. Астана празднует День Защитника Отечества. День Защитника Отечества